Всем привет! С вами Сергей. Рад приветствовать вас на канале Бастион. Сегодня у нас не совсем обычная рубрика. Мы посмотрим на двери наших знаменитостей и сделаем некий обзор, что же это за двери. Ну, во всяком случае, то, что сможем увидеть, мы увидим. Мы увидим и обсудим. Первая дверь Анастасии Волочковой. Двустворчатая, распашная дверь. Все, как мы любим. А, В. Над дверью инициалы. Кстати, мы могли бы сделать такие инициалы, ковать в ковку, например, в двери. На одной двери можно было бы сделать А в ковке, а на другой В. Ну, это я так, отступление, просто похвастаться нашими возможностями. Ну, ладно, смотрим. Дверь ставится во внутренний контур. Это, кстати, большой плюс. За холодный контур утапливается внутрь. По отделке я не совсем вижу, что там, но вижу то, что этой отделке внизу уже... Я не думаю, что это грязь. Я думаю, отделка взбухла и немножечко испортилась. Хотя, мне на другой деле нормально все. Зимой плохо все, а летом нормально. Возможно, просто реально грязь. То есть, на первой фотографии мы даже не видим буквы АВ. Ну, с учетом того, что фото менее качественное, возможно, она вообще старая фотография. Здесь отделочка мы видим как новая. Смотрим дальше. На следующей фотке уже есть буквы АВ. Декоративная отделка внизу. Я не думаю, что это грязь. Мне почему-то кажется, что отделка немножечко взбухла, потрескалась. Ну, и что-то с ней не то. Дверь на трех петлях. Обычно у таких дверей есть еще и проблемка, связанная с продуванием. Так как прилегание основной створки к дополнительной не совсем жестко фиксируется. Через уплотнитель в верхней и нижней точки примыкания зачастую зимой, в мороз, в ветер идет некое продувание таких дверей. Мы обычно людей отговариваем от второй открывающей створки. Одну широкую, по бокам какие-то фрамушки. То есть, красиво это все обыграть тоже можно. Ну, кстати, дверь достаточно высокая. Я думаю, где-то 2-300. Дальше у нас кто? Семья Рудковских. И мы видим две их двери. Основной дом и гостевой дом. Двери практически одинаковые, во всяком случае, по внешнему виду. Ручка скоба, замок один, фрамуги со стеклом. Ну, вот, кстати, про что я говорил. Что здесь проем примерно по ширине такой же, только сделана в центре одна широкая створка. Одна широкая створка, через которую можно занести все. Ну, единственное, американские диваны не пролазивают, бывает. Остальную мебель, там, холодильники и все остальное можно занести, там, в метровый проем запросто. По бокам две фрамуги, то есть, сверху от фрамуга. С карнизом под окна сделано. А, кстати, да, сделано довольно-таки грамотно. На одной высоте раскладка окна идет, верхняя часть окна, и такая же фрамуга идет на двери. То есть, многие не учитывают эти моменты, и потом это бьется не совсем пропорционально. То есть, ну, с точки зрения, там, внешнего вида, ну, дверь прикольная. По бокам стекла, сверху стекло, карниз, имитирующие окна и центральная створка. Ну, безопасность, там, один замок здесь, в принципе, вообще не важно, я думаю, когда рядом идут стекла. То есть, никто с дверью возиться не будет. Ну, рядом стекла, я имею в виду окна, на окнах. То есть, можно домой и так проникнуть. Главное, чтобы она не промерзала, комфортно, удобно работала. То есть, ну, по мне, симпатичная, неплохая дверь. А такая ручка удобная? Она удобная, эстетичная. Единственное, она притягивает определенный способ открывания такой двери. То есть, правильно, ну, конечно же, можно и защелку убирать и ключом. Но это неправильно, это износ замка, и это может быстро выйти из строя. Как правило, если мы используем ручку-скобу, то в таких дверях должен быть, как минимум, электромеханический замок, чтобы защелка убиралась от электричества. То есть, либо кнопочка, либо какой-то датчик, либо датчик объема, может, мы просто беремся за ручку, защелка убирается, ну, какие-то такие вот штуки. То есть, все это можно реализовать электромеханикой. То есть, ну, зачастую так это делается. Так, идем дальше. Это уже у нас не российская знаменитость, а тут написано RIS Wither Spawn. В английском стиле. Синяя дверь с отбойником, боковые фрамуги здесь, как я понимаю. Счетно того, что дверь чуть утоплена, внутреннее открывание, ручка-кноп, один замочек, кольцо стукало. Ну, достаточно низко сделано. Здесь, я так понимаю, три одинаковые филенки. В центре, ну, на центральной створке, на синем. И кольцо стукало почему-то сделано не на верхней, а в центральной створке. То есть, если дверь продолжить, ну, кольцо получается на уровне вот здесь. То есть, ну, пойти вот так постучать. Обычно делается вот так. Ну, не знаю. Наверное, здесь тоже все рассчитано. Прикольные боковые фрамушки. Сделано, ну, отделкой вот этой вот решетка овальная. Ну, интересный вид. То есть, дверь достаточно интересная. И почему-то они всегда делают внутреннее открывание. Вот я до конца не понимаю, почему. Не очень часто я вот в Европе, в Америке вижу, что двери идут именно внутреннего открывания. Для чего это делается? Чтобы удобнее было заходить, но выходить неудобно. Плюс рядом с дверью мы теряем полезного пространства. Ну, практически метр. То есть, ну, пока она открывается, закрывается. Ну, не совсем понимаю. Ну, наверное, для чего так сделано. Если вы, кстати, знаете, почему, напишите, пожалуйста, в комментариях, почему. Мне очень интересно, правда. Какую-то штуку они наколотили на фрамуги и на дверь. Для чего это сделано, я не понимаю. Собачки вот это. Французский бульдог. У меня такой же. Идем дальше. Дверь Ксении Собчак. Ну, тут видно из видео вырезана фотография. Она немножечко смазана. Блин, ну, на самом деле, сегодня вот такое вот решение, что с максимальным остеклением боковым, вот эти вот фрамуги, где почти во всю дверь стекла, ну, это одно из самых популярных решений. То есть, действительно, прямо сейчас это, как сказать, тренд некий. Мне самому очень нравится. Вот, кстати, вот в этом видео мы делали обзор подобной двери, где прям огромные боковые фрамуги со стеклами прям выезжали на адрес к нашему заказчику и снимали вот про эту дверь. Ручка, скоба, которая, кстати, не всем нравится, как я выяснил, что подтягивает за собой. Либо электрозамок. Тут, походу, еще сигналка стоит, но не совсем понимаю, что это вверху. Либо это внутри какая-то штучка черная сверху висит, либо это стоит под какой-то, может быть, электромагнитный замок, который вот привязан, как я уже сказал, ручки-скобы, подтягивает за собой некое электричество для открывания двери. Так, дальше, что мы видим? Дом брусовой и дверь сделана. Вот здесь как бы интересное решение, что идут, получается, фрамуга боковая со стеклом, потом идет еще одна фрамуга, куда ставится уже сама створка, опять фрамуга и опять фрамуга со стеклом. То есть, ну, очень прикольно. У меня, кстати, по-моему, тоже есть какая-то дверь подобная, где это реализовывалось. То есть, вот центральная часть с деревянными глухими фрамугами, это одна часть, а потом отсоединяется со стеклами. Мне нравится, скажу честно, вот боковое решение, по бокам решение со стеклами. Центральная, может быть, плохое фото, конечно, но хотя нет, картинка просто не красочная, не сочная, поэтому не особо эффект производит. Но я вижу, что здесь ручка на латунных крепежах, она, скорее всего, тоже из массива, выкрашена в черный цвет. Отделка, вот непонятно, что за цвет. Он, конечно, какой-то рыжий, по факту, я думаю, он черный. А потом идет уже вот эти вот с филеночками глухие фрамуги. Ну, единственное, я бы, наверное, сделал под цвет бруса, из чего дом. Тогда бы, возможно, было как бы поприкольнее обыграно. Ну, ладно, это мое мнение, тем более человек знаменитый, с своей всегда точкой зрения на все, значит, все нормально. Я думаю, если бы ей дверь не понравилась, она бы уехала обратно. Так что владелец доволен, а это самое главное. Так, следующая дверь. Ну, я знаю, что это за дверь, да, это, скажу честно, это наша дверь. У нас какой-то человек заказал дверь самовывозом в Израиль, то есть незнаменитый. И потом в данном видео, да, нам тот скинул, мы обнаружили эту дверь. Вот этот проект как раз есть у нас на сайте, то есть его можно посмотреть. Кому мы делали, мы, кстати, не знали. Но получилась достаточно интересная дверь, достаточно необычная. Не знаю, как она сейчас в уходе, в использовании, нравится ли заказчику, не нравится. То есть обратной связи у нас нет, но дверь как минимум интересная. Ну, я думаю, она как бы под колорит Израиля как раз подходит. Дверь наша, ну, про нее я могу рассказать все, что она с терморазрывом, что она не замерзнет, что она со стеклами, с боковыми фрамугами. Отделка сделана из крашеного МДФ Политэйрал. А вот эти вот решетки на окнах на фрамуге тоже сделаны из отделки, как, кстати, в двери РИС Лизерспон. То есть технология примерно та же самая. Ну, дверь наружного открывания. Порог здесь минимальный, как мы видим. Дверь на трех петлях, на опорном подшипнике. То есть все как мы умеем. Ну, дверь крутая. Надеюсь, ведет себя хорошо. И стоит так же хорошо. Могу сказать совершенно точно, что мы можем реализовать абсолютно любой проект. То есть люди присылают нам свои самые смелые задумки, которые мы даже никогда раньше не делали. То есть показывают нам картиночку. Хочу вот так. Хочу там как у знаменитости. Хочу вот что-то свое. Хочу там разработать вот это. Мы всегда, ну, как всегда, в 99,9% случаев за это беремся. Делаем то, что нужно. Ну, как правило, эффект превосходит ожидания наших заказчиков. Поэтому, если вы хотите заказать себе дверь своей мечты, я думаю, вы знаете, куда обратиться. Переходим по ссылке в описании. Наши специалисты в этом с удовольствием помогут. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какая из дверей зацепила вас больше всего и почему. Ну, а с вами был Сергей. Ставим лайки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok